Приветствую вас. Значит, давайте сразу определим по нескольким моментам. Первое. Значит, если мужчина собирается с вами шить, то он вас точно не бросит. Потому что тут противоречие. Может быть, он вам и хочет помстить, но он вас точно не бросит. Потому что если бы он вас хотел бросить, то он бы с вами не планировал бы проживание совместно. Есть определенный процент вероятности того, что человек вас обманывает в том смысле, что в действительности он не собирается с вами жить. Он хочет лишь только, чтобы вы надеялись. И это, возможно, будет его местью вам. Но это, к сожалению, только предположение. Это такой момент. Дальше. Обратите, пожалуйста, свое внимание, да, на то, что вы говорите, что умрете с горя, если он вас бросит. То есть, по факту, получается так, что вы... Чересчур от него зависимы. Видимо. Вот. То есть, я, конечно, не знаю здесь, но если вы действительно от него зависимы, то есть, если вы умрете с горя, как вы говорите, в случае, если он вас бросит, то работать нужно именно с тем, почему вы и от него так зависите. То есть, ну, если он захочет вас бросить, то это его право. Вот. В конце концов, чувства могут уйти, в конце концов, может сам человек поменяться, ничего не вечно, ничто не ставит на месте, да. Вот. То есть, причины того, что вы, вот, в некотором смысле не полагаетесь на себя, это, конечно, требует определенного внимания. Дальше идем. Значит. Следующий момент заключается в том, что на самом деле, ну, независимо от того, значит, обманывает ли вас человек по поводу мести или нет, его такое вот обещание, его такая вот позиция, она, ну, в любом случае, невесиприятная и в любом случае, означает, что человек, в общем-то, нацелен на себя, а не на вас. И, как сказала моя коллега, месть, подспорья для семейной жизни весьма-весьма посредственная. Поэтому, категорически, я вам не рекомендую задавать с ним семью до тех пор, пока не будет решен вопрос с этой самой мести, да, то есть, пока он не успокоится и так далее. Вот. А если человек не успокаивается, то есть, ну, вот, он, как вы говорите, да, что он не признает, что у него неспокойное решенное состояние, вот, соответственно, получается так, что его нужно вывести на это, то есть, ему нужно вывести на то, чтобы он был, на то, чтобы он признал, на то, чтобы он признал, что у него не всё в порядке. Вот. Ну, я имею в виду, с ним не всё в порядке. Ибо я, вот, к сожалению, сильно сомневаюсь, что по-другому здесь можно ситуацию как-то решить, ибо вам всё-таки нужно понимание, вот, друг к другу, вам всё-таки нужно доверие друг к другу, а он вам что-то, вот, обещает месть, и это, конечно, не может, не может способствовать налаживанию хороших отношений между вами. Вот. Поэтому я бы рекомендовал вам всё-таки обратить на это внимание, да, и если человек не хочет признавать сам, ну, что ж, это его проблем. Вот. Возьмите ответственность на себя за свою жизнь, да, и в общем-то, защитите себя сами, потому что ещё не известно, что это будет за месть, да, тут, может быть, человек будет вас постоянно обвинять, и он вас не бросит, но жизнь ваша всё равно превратится, превратится в ад, вот, и, опять же, как бы, ну, смысл всего этого тогда, в таком случае, для меня остается, опять же, загадкой, вот, так что я полагаю, что в любом случае это не имеет значения. Вот. Но мужчину, мужчину вам в любом случае нужно мотивировать на то, чтобы он выходил из своего текущего состояния, чтобы он всё-таки себя как-то переселил, да, и вышел на контакт с вами, вот, чтобы он как-то значит, всё-таки признал, что ему больно, что ему тяжело, и что он, ну, не справляется, не справляется с тем, что происходит. Вот. В противном случае ваши отношения могут закончиться. Вот. Вместе с тем, я прекрасно понимаю, что вы готовитесь жить в другой значит, стране, и что не очень вам, наверное, сподручно решать такие вопросы, но, тем не менее, тем не менее, да, решать такие вопросы нужно потому что это ваша будущая жизнь, потому что от этого зависит по факту ваша будущая жизнь, и если они не позаботитесь вы, что а кто ещё кто ещё позаботится о ней, да? Вот. Поэтому я рекомендую вам обратить внимание на такую историю, надеюсь, что вы для себя выводы сделаете. Вот. Стоит при этом также обязательно обратить внимание на на тот факт, на тот факт обязательно, что для человека, для человека месть может быть, ну, как бы, вполне нормальным явлением, особенно если в его стране, где он живёт, это считается за норму, тут вы абсолютно не мощно не на что повлиять. Вот. Да и мне кажется, не стоит пытаться это сделать, не стоит пытаться повлиять. Вот. ну, ещё раз повторю, ваша вот зависимость от него, ваша нуждаемость в нём вызывает вопросы, вызывает, вызывает тревогу, потому что умру от горя, это вот явный признак зависимости от человека, зависимость никого ещё счастливым не сделало. Вот. Поэтому я надеюсь, что вы больше внимания будете уделять себе, я надеюсь, что больше внимания вы будете обращать на себя, на то, что хочется вам, на то, что нужно вам, вот, а молодого человека оставить со своей местью в месть, где-нибудь позади, желательно, чтобы он вас не доставал. Вот. Ну, а над вашими потребностями, которые у вас есть, и которые, собственно, определяют тот факт, что вы в нём нуждаетесь, вот, можно поработать отдельно. для этого потребуется определённые усилия, конечно, ваши, вот, но зато, зато можно будет сделать вас менее зависимой от мужчины, и меньше он будет на вас влиять таким образом, мне кажется, это только плюс. вот. Ну, естественно, это понятное дело решать тут исключительно только вам. Вот. вот, в принципе, то, что, наверное, можно вам ответить на ваш вопрос, я надеюсь, что для вас это было полезно, надеюсь, вы сделаете выводы для себя в этом контексте, вот, если у вас остались вопросы дополнительные, обращайтесь в личку, я буду рад помочь вам, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи и надеюсь, что вы сделаете его лучшим. Ситуация разрешится зодним образом и вы не станете страдать в отношениях. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...